Всем привет! Меня зовут Лиза и это канал Твой Английский. Здесь мы учим английский с нуля. И сегодня у нас английские слова на каждый день, которые нужно знать. Мы разберем 36 слов и фраз по теме хобби-интересы с примерами и переводом. И советую не просто повторять все эти фразы и выражения, слова за мной, но и делать это осознанно и пытаться запомнить. В конце видео мы сделаем объемное упражнение на перевод. Отработаем все выражения и слова по теме хобби и интересы. Слова на тему хобби и свободное время. И, конечно, первое слово это хобби. Свободное время. Эти слова являются синонимами free, spare. То есть можно с time употреблять free time, можно spare time. Это как вам больше нравится. Какое у тебя хобби? What is your hobby? What is your hobby? What is your hobby? Что ты делаешь в свободное время? What do you do in your free time? What do you do in your free time? Кстати, если брать in your free time, и остается просто вопрос what do you do, этот вопрос мы задаем, когда хотим узнать профессию человека, кем он работает. То есть это даже лучше, чем просто сказать What's your profession? Или Where do you work? Лучше спросить What do you do? И если вы спросите человека What do you do? Он может сказать I'm an architect. Я архитектор. I'm a doctor. Я доктор. И так далее. What do you do? Какая у тебя профессия, кем ты работаешь? Как ты развлекаешься? What do you do for fun? What do you do for fun? Спрашиваем об интересах человека. Ты любишь. И во многоточие мы можем поставить любое хобби. Кстати, список хобби вы можете посмотреть в конце видео. То есть сюда, да, я подставила dancing, танцевать, танцы, но вы можете поставить любое слово, любое хобби. То есть это может быть рисование, то есть это может быть рисование, painting, drawing, плавание, swimming, игра в футбол, playing football и так далее. Запоминаем, да, да. Запоминаем, да, что после do you like, тебе нравится делать что-то, мы используем герунди. Герунди, это когда к основной форме глагола мы добавляем окончание ing. Dancing или dancing. Swimming. Или просто можем использовать существительное, например, football. Do you like football? Тебе нравится футбол? Рассказываем о хобби, отвечаем на вопрос. Мне нравится. И в многоточие, да, можно подставить, опять же, совершенно любое хобби. Что вам нравится делать? I like to watch TV. I like to watch TV. I like to play football. Мне нравится играть в футбол. I like to dance. Мне нравится танцевать. Продолжаем. Мне нравится. I like reading. Мне нравится чтение. Мне нравится читать. Да, и мы видим, что после вот этой фразы, да, мне нравится что-то делать. I like. I like. Мы можем использовать как герунди, то есть глагол с инговым окончанием, как здесь, да, ing. Do you like dancing? Do you like dancing? То есть к остальной форме глагола, к первой форме глагола мы добавляем ing. Но также после фразы I like мы можем использовать инфинитив. То есть to do. To. И первая форма глагола. I like to watch TV. Или I like reading. Но я считаю, что все-таки лучше запоминать, что после всех глаголов, которые обозначают то, что нам нравится или не нравится, наши, как говорится, likes, dislikes, Лучше все-таки использовать глагол с инговым окончанием. I like reading. I hate reading. I dislike reading. I enjoy reading. То есть когда рассказываем о том, что нам нравится или не нравится, предпочтительно использовать герунди, то есть глагол с инговым окончанием. Мне очень нравится что-то. Да, здесь уже пошла градация, тут не просто нам нравится, а мы наслаждаемся чем-то, нам очень нравится что-то делать. Мне очень нравится, я получаю наслаждение от какого-то процесса. И как мы видим, после enjoy глагол у нас с инговым окончанием. Это обязательно. I enjoy cooking. То есть глагол в первой форме cook. Мы добавляем окончание in, и получается cooking. I enjoy cooking. Мне очень нравится готовить, или мне это приносит наслаждение. I enjoy cooking. Также после enjoy можно использовать глагол с инговым окончанием, а также можно использовать просто существительное. Опять же, football. I enjoy football. Мне очень нравится футбол. I enjoy books. Мне очень нравятся книги и так далее. Продолжаем рассказывать о хобби. Следующая фраза. Я увлекаюсь чем-то, я чем-то интересуюсь. I'm keen on something. I'm keen on something. Я увлекаюсь чем-то, мне что-то нравится. Тоже фраза, давайте ее запомним. Be keen on something. Давайте сюда же запишем. Ну, а вот, посмотрите. Be keen on something. Увлекаться чем-то, интересоваться чем-то. И также запомним, что после to be keen on мы можем использовать как существительное, как и глагол с инговым окончанием, или герунди. Давайте запишем пример существительным. I'm keen on football. Я увлекаюсь футболом. Я интересуюсь футболом. Следующая фраза. Также продолжаем рассказывать о хобби. Я в восторге от чего-то. Я в восторге от какой-то активности, от какого-то хобби. I'm fond of. I'm fond of. To be fond of something. I'm fond of traveling. Я в восторге от путешествий. Мне очень нравится путешествовать. Также давайте посмотрим, что of произносится именно как о в. Если мы говорим of, то здесь добавляется еще одна буква f. Получается of. Выключить. Он of. А если это предлог и пишется с одной буквой f, то это будет of. В этой же фразе be fond of something, быть в восторге от чего-то, мы также можем использовать как герунди, то есть глагол с инговым окончанием. А как здесь, да? Traveling. I'm fond of traveling. Или просто существительное. То есть просто обычные слова. Футбол, книги, море и так далее. Следующая фраза. Интересоваться чем-либо. Be interested in something. Be interested in something. Интересоваться чем-либо. I'm interested in programming. Мне интересно программирование. I'm interested in programming. Здесь запоминаем предлог in. Поскольку в английском есть слова, глаголы, которые используются всегда с какими-то определенными предлогами. I'm thinking about something. I'm listening to music. Я слушаю музыку. Используем предлог to. Здесь. Be interested in something. Именно запоминаем с предлогом in. Запоминаем фразу целиком. Be interested in something. Продолжаем рассказывать о хобби. Хорошо получаться. Be good at something. Ну или дословно, да. Я хорош в чем-то. Она хороша в чем-то. То есть ей что-то хорошо дается или она хорошо что-то делает. У меня хорошо получается фотографировать, делать фотографии. Опять же запоминаем эту фразу целиком. Поскольку на моей практике ученики часто делают здесь ошибку. Даже ученики высоких уровней. Они хотят сказать be good in something. Да, потому что это логично. Она хороша в чем-то. Мы говорим по-русски, да. Она хороша в футболе. Она хороша в лыжах и так далее. Но на английском это звучит иначе. Запоминаем предлог at. Be good at. I am good at football. I am good at sports. У меня хорошо получается. Ну я хорош в спорте. И опять же после всех этих фраз. С может идти как инговая форма. Да, когда к первой форме глагола мы прибавляем инг. Кстати, я говорю инг. Да, произношу это четко. Но когда мы произносим герунди, да, то есть глагол с инговым окончанием, мы вот этот г, звук г в конце не произносим ни в коем случае. Он как бы съедается, да, получается. I am good at taking pictures. Taking. Такого не должно быть, да. Это неправильно. По произношению должно быть taking. Taking. То есть мы заканчиваем произносить слово на N. I am taking pictures. У меня хорошо получается фотографировать. Продолжаем разбирать слова на тему хобби и свободное время. Разберем классный фразовый глагол. Заняться чем-то новым. Начать делать что-то новое. Или вот когда появилось какое-то хобби, мы только начали этим заниматься, да. И здесь хорошо подойдет глагол take up. Например. I want to take up swimming. Хочу заняться плаванием. I want to take up swimming. Take up swimming. Заняться чем-то новым. Говорим об этом, когда у нас появилось новое хобби. Опять же, после take up может быть глагол с инговым окончанием. И также это может быть существительное. Антоним. То есть слово, противоположное по значению. Бросить что-либо. Give up. Give up. I gave up tennis. Я бросил теннис. Или я бросил заниматься теннисом, играть в теннис. В первой форме глагола, да, у нас give up. А здесь у нас gave up. Почему? Потому что это past simple. Это вторая форма глагола. То есть give up это первая форма глагола. Инфинитив gave. Вторая форма глагола мы используем, когда говорим о прошлом. Я бросил теннис когда-то в прошлом. Законченное действие. Give up. Кстати, этот глагол give up можно использовать не только в контексте каких-то хобби. То есть бросить какое-то занятие, бросить хобби. А также мы можем бросать плохие привычки. Например, I want to give up smoking. Я хочу бросить курить. Я хочу бросить курить. Речь идет о плохой привычке. То есть речь идет не только о каких-то хобби, активностях. Мы можем бросить не только заниматься чем-либо, но и бросить какую-то плохую привычку. I want to give up smoking. Продолжаем. А сейчас у нас пойдут просто примеры различных фраз. Ну и просто примеров различных хобби, как можно проводить свободное время. Мы сидим дома, когда на улице дождь. Мы сидим дома, когда на улице дождь. Кстати, здесь у нас такое выражение попалось, когда на улице дождь. When it's rainy. И также я выложу видео. Такое же видео. Там будут слова и выражения. Наиболее популярные, основные, как раз на тему погоды. Также советую посмотреть. Кстати, вспомнила, есть еще такое интересное слово. Staycation. Да, вот, посмотрите, такое интересное слово появилось не так давно в английском языке. У нас есть слово vacation. Vacation. Отпуск. He is on vacation. Он в отпуске. А также создали, да, придумали новое слово. Называется staycation. Да, stay. Оставаться дома. Да, и cation. Это как вторая часть вот этого слова vacation. Отпуск. Получается staycation. Это как раз, когда люди в свой отпуск остаются дома и никуда не едут. За границу и так далее. Просто сидят дома. Staycation. Ничего не делать. Do nothing. Do nothing. When I'm tired, I stay at home and do nothing. Когда я устаю, я сижу дома и ничего не делаю. When I'm tired, I stay at home and do nothing. Отдыхать. Have a rest. Have a rest. Why not have a rest? Почему бы нам не отдохнуть? Why not have a rest? Кстати, давайте запомним. Это очень хороший вопрос. Он начинается с why not. Это когда мы что-то предлагаем, да, человеку, собеседнику, коллегам, неважно. И хотим сказать, а почему бы нам не сделать что-то? А почему бы куда-то не поехать, да? Like offer. Мы предлагаем что-то. Такой вопрос будет начинаться всегда с why not. Why not? И затем идет просто первая форма глагола без всяких частиц, без to и так далее. Why not have a rest? Why not do nothing? Почему бы ничего не делать? Нам нравится отдыхать. We like to relax. Заниматься спортом. Do sport. Do sport. We like doing sports. Нам нравится заниматься спортом. Запоминаем, что заниматься спортом используется глагол do. Do sport. Тусоваться. Ну, это не совсем тусоваться, да, это может быть переедено как тусоваться, но также этот глагол может означать просто проводить время с друзьями, просто проводить время с близкими людьми. Hang out. Hang out. Опять же, видим, да, что вот этот г в конце не произносим. Hang out. We often hang out with friends. Мы часто тусуемся с друзьями. We often hang out with friends. Следующий пример хобби или как можно проводить свободное время. Проводить время вне дома. Go out. Go out. I go out at the weekend. Я провожу выходные вне дома. I go out at the weekend. Да, то есть out, это значит выйти из дома и просто проводить время не дома. То есть это вы можете пойти в кино, вы можете пойти в театр или просто гулять в парке. Это все будет go out. Также у go out есть второе значение, это встречаться. То есть когда у двух людей романтические отношения, и вот они встречаются, гуляют вместе. Это тоже go out. Развлекаться. Have fun. Have fun. We have fun. Нам весело. We have fun. Так, сейчас у нас будут различные примеры увлечений. Самых популярных. Чтение. Reading. Reading. Или reading books. Мы можем просто сказать, мне нравится чтение, мне нравится читать. Или можно сказать, мне нравится читать книги. I like reading. Или I like reading books. Слушать музыку. Listening to music. Listening to music. Запоминаем, что после listening идет предлог to. To music. Listening to music. Dancing. 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 Пение. Singing. 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 Коллекционирование. Collecting. 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 Изучение языков. Learning languages. Learning languages. Learning languages. Ведение блога. Blogging. 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 Ходить по магазинам. Shopping. 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 Рисование. Painting. 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 Рисование карандашом. Drawing. 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 I'm good at drawing. Мне нравится рисовать карандашом. Путешествовать. Путешествовать. Traveling. Traveling. I'm interested in traveling. Мне интересны путешествия. Или I'm keen on traveling. Я увлекаюсь путешествиями. Ходить в поход. Хайкинг. 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 Стоять лагерем. Кэмпинг. Кэмпинг. Катание на велосипеде. Cycling. 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 Да, то есть велосипед это будет bicycle. Bike. Bicycle. Но когда речь идет именно о процессе, то лучше сказать, можем конечно сказать riding a bike. Ride a bike. Кататься на велосипеде. Но как спорт, как спортивная активность, все-таки лучше говорить cycling. Cycling. Итак, сейчас мы выполним упражнение на перевод. Советую вернуться, возможно, к каким-то предыдущим моим словам и выражениям и просмотреть их еще раз. Да, то есть как будет произноситься различные хобби и как сказать о том, что нам нравится делать и как спросить другого человеку, что ему нравится делать. Итак, приступим. Упражнение на перевод. Здесь мы отработаем все эти фразы и выражения и слова. Итак, мое хобби такое-то. Например, мое хобби кататься на велосипеде. Мое хобби кататься на велосипеде. В русском языке мы не используем глагол-связку to be, быть, есть, являться. Мы можем просто поставить тире, да, и на русском языке мы также не произносим это. Мое хобби – танцы. В английском языке обязательно глагол to be. Также советую посмотреть мое видео. Я сняла видео на отработку глагола to be, быть, есть, являться. Там как и теория, так и практика. Советую посмотреть. Мне нравится слушать музыку. Когда мы говорим просто, да, что нам что-то нравится, мы используем глагол like. I like. И затем идет глагол с инговым окончанием. Listening to music. Также обращаю внимание, я уже застряла на этом внимание, но также давайте посмотрим еще раз, что после listen, да, слушать что-то, слушать музыку и так далее, мы используем предлог to. Listen to music. Я увлекаюсь плаванием. I'm keen on swimming или I'm keen on swimming. Я увлекаюсь плаванием. Я вспоминаю, что у нас есть фраза be keen on something, когда мы интересуемся чем-то, увлекаемся. И после этой фразы мы можем использовать как глагол с инговым окончанием, так и просто существительным. I'm keen on swimming. Он интересуется политикой. Ему интересна политика, он интересуется политикой. Запоминаем выражение be interested in something. Запоминаем предлог в. In. He is interested in politics. Они обожают танцевать. They enjoy dancing. They enjoy dancing. Обожают что-то делать, когда очень сильно нравится чем-то заниматься. Это глагол enjoy. Enjoy. После него глагол с инговым окончанием, либо просто существительным. У них хорошо получается готовить. They are good at cooking. Вспоминаем, что у нас есть фраза be good at something, когда кто-то хорош в чем-то, у кого-то хорошо что-то получается. Вспоминаем предлог at. They are good at cooking. I am good at English. Мы проводим время вне дома по выходным. Ей не нравится рисовать. She doesn't like painting или she does not like painting. У нас есть глагол like, когда нам нравится что-то делать, у нас что-то получается, нам нравится. И если мы хотим сделать отрицание, мы просто можем добавить doesn't или don't. Кстати, почему здесь именно doesn't like и что это вообще такое doesn't. Это отрицание в present simple в простом настоящем времени. И как это все строится? Опять же, советую посмотреть в моем предыдущем видео. Я сделала большое видео про present simple. Там вся теория, отработка мельчайших деталей. Так что советую посмотреть. Советую посмотреть, если вы не знаете или не помните, почему здесь doesn't и что это вообще такое. Думаю, что будет полезно. Следующее. Чем ты увлекаешься? А здесь у нас могут быть несколько вариантов. То есть какой вам нравится, какой вы запомнили, такой пишите. Так, здесь я написала два примера. Как можно спросить, чем ты увлекаешься, какое твое хобби и так далее. What is your hobby? Какое у тебя хобби? What is your hobby? И what do you like doing in your free time? Что тебе нравится делать в свободное время? То есть чем ты увлекаешься? What do you like doing in free time? Мне нравится кататься на велосипеде. Он увлекается изучением языков. Он увлекается слушание языков. Вспоминаем, что у нас здесь фраза-выражение Be keen on something Увлекаться чем-то, когда что-то интересно Learn languages, да, изучение языков У нас тут тоже встретилось такое хобби в нашей презентации He's keen on learning languages Кстати, я перечислила здесь в этой презентации Только какие-то основные такие клишированные хобби Да, о которых обычно мы говорим, когда учим английский Но если у вас есть какие-то более интересные хобби, интересные увлечения Прошу вас написать в комментариях Используя эти все фразы, да, мне нравится то-то, то-то Я наслаждаюсь тем-то Я интересуюсь, там, не знаю, birdwatching, смотрением на птиц и так далее То есть пишите в комментариях, если у вас есть интересные хобби Они ходят по магазинам по субботам Также смотрим, что Saturdays, да, когда мы пишем дни недели, то они будут с большой буквы Saturdays Ты любишь петь? Здесь у нас уже вопрос, да, мы начинаем его с глагола do Или он может начинать с глагола does Если потом идет подлежащее, выраженное местоимение, he, she, it Он, она, оно Также это у нас вопрос в Present Simple И будет не лишним, опять же, посмотреть мое видео большое про Present Simple В простое настоящее время Там как раз отрабатываются и вопросы в Present Simple, и обычное предложение и отрицание Бросить что-то Перестать чем-то заниматься Give up Give up И заняться спортом Take up sports Take up sports Заняться чем-то Заняться каким-то хобби Итак, на этом сегодня все Сегодня с вами мы разобрали основные слова и выражения по теме хобби и свободное время Как же сказать о своих интересах, рассказать о том, что нам нравится делать А также вы теперь знаете, как спросить человека о его хобби и интересах И рассказать о своих Мы сегодня хорошо поработали И думаю, что в следующий раз, когда я буду снимать следующее видео на отработку слов по другой тематике Это вы присоединитесь, и мы также плодотворно поработаем Так, смотрите следующее видео Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok